В Югре занимаются профилактикой бытового насилия. Так, до 28 февраля окружная социально-психологическая служба «Телефон доверия» проводит акцию «Домашнее насилие. Крика помощи за закрытой дверью». Специалисты горячей линии готовы прийти на помощь бесплатно и в любое время суток. Профессиональную психологическую помощь окажут как жертвам домашнего насилия, так и свидетелям. Номер телефона доверия вы видите на своих экранах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это короткий пересказ новеллы «Подвиг военфельшера» югорского писателя Еремея Айпина. Это правдивая история Елены Артеевой, молодого медика из Саранпаулера. Она воевала в составе противотанкового дивизиона и погибла 19 сентября 1942 года под Сталинградом. Скоро победи, и я вернусь домой. Я вернусь домой. Я Лена Артеева, 22 лет отряду, военфельдшер. 19 сентября 1942 года подорвала себя связкой гранат вместе с фашистским танком. Югра готовится к заключительному матчу в регулярном чемпионате ВХЛ. Сейчас подопечная Вадима Ипончинцева находится в Новокузнецке, где вечером сыграют против «Металлурга». Прошлый матч был богат на события. Югра совершила невероятный камбэк, уступая 0-3 и в итоге вырвав победу со счетом 4-3. Победа в сегодняшнем противостоянии важна для югорчан, так как есть шанс второй год подряд стать победителем в регулярке. Сейчас югра имеет в своем активе 83 очка и располагается на первой строчке. Всего на один балл отстают хоккеисты из Санкт-Петербурга. Игру с «Металлургом» в прямом эфире покажет наш телеканал. Начало матча в 16 часов. В одной из школ Урай открыты группы инженерного класса. 30 человек ежегодно проходят курс школы Ньютона. Здесь ученики из 7-х, 8-х и 9-х классов углубленно изучают физику и другие точные науки. Поддержку такому профильному образованию оказывают нефтяники. В том числе обновляют материалы, с которыми работают будущие инженеры. Например, в прошлом году приобрели электромонтажное набуло. Инженерный класс – своеобразная подготовка к поступлению в местный политехнический колледж. Основная задача, опять же, мы не строим тут какие-то космические корабли, не изучаем физику высоких токов. Основная задача – это профориентация. То есть дети должны именно почувствовать, потому что профессия, связанная с работой именно с электрическим током, она очень специфична. Начиная от тех людей, которые просто занимаются монтажом обычным электротехническим, и микроэлектронщиками, которые уже действительно чуть ли не видят, какой импульс электрический идет. Продолжение следует...